В чем ценность Ассоциации Здоровых Города, Районные Поселки? Именно в том, что мы объединяем заинтересованный орган государственной и муниципальной власти, общественной организации в реализации этой национальной стратегии. В недавнем послании президент сказал о том, что будущее предлежит городам, поселкам, муниципальным образованиям. Создание комфортных, безопасных условий жизни, укрепление и сохранение здоровья нашего населения. Это задача, которую мы выполняем вместе с Организацией Объединенных Наций и Всемирной Организацией Здравоохранения. Мы 7 лет назад создали национальную сеть. Мы стали пионерами вообще в мире по созданию национальной сети. Сейчас это уже 60 муниципальных образований. Это самая крупная национальная сеть вообще в Европе. Мы в Ассоциации провели исследование и увидели законодательный факт. 1% прироста населения страны дает 2% прироста валово-регионального продукта. Если мы не будем заниматься здоровьем, мы не будем заниматься укреплением и организацией именно мистекторального сотрудничества, у нас не будет будущее. Будущее страны связано со здоровым населением. И я очень рад, что нас поддерживают и Организации Объединенных Наций, и Всемирная Организация Здравоохранения. Муниципалитеты участвуют в формировании общей национальной политики, общей национальной экономики. Это очень важно. Второе, мы ушли здесь от понимания, что здоровье – это медицина. Что это здравоохранение сеть учреждений. Они очень важны. Никто это не отменяет. Но здравоохранение, врачи, они видят последствия. А здесь мы сегодня услышали от губернатора одного и второго, что такое, что экономика, бизнес не мешают здоровью. И наоборот, буду делать шаг в период, что все сети, все социальные сектора даже будут поддерживаны и будут двигаться вперед. Мы, конечно, развернем бизнес и бюджетную сферу к тому, чтобы каждый работодатель стремился сделать свой трудовой коллектив максимально здоровым. А значит, максимально счастливы. И люди там будут не только с удовольствием работать, но и, конечно, вместе со своими семьями, используя корпоративную культуру, оздоравливаться и отдыхать. Во-вторых, мы поставили перед собой амбициозную задачу и ее точно выполним путем развития совместно с гражданским обществом разных проектах. И к 2020 году мы говорим о том, что не менее 50% жителей Ульяновской области будут активно заниматься здоровым образом жизни. И еще раз хочу искренне поблагодарить Олега Александровича и его коллег за то, что была предоставлена уникальная возможность для нас с вами услышать лучшие практики и услышать то, к чему надо стремиться.